Сегодня буду использовать вот такую маску девчонки от компании Фиберлик. Она какая-то двойная. В общем, отрывается и с этой стороны, и с этой шоколад. Шоколадные латте. Не знаю, попробуем, что это за маска такая. Коричневая, видите? Вот, и расскажу вам заказик сделала от компании Фиберлик. Такой небольшой в этот раз. Ой, какая она темная. Пахнет, как шоколадная паста. Значит, витаминный комплекс заказала себе снова витамины группы В и значит витамин Д3. Витамин Д. Несмотря на то, что я его принимаю периодически курсом, при сдаче показателя на витамин Д все равно у меня минимальное значение. Ну, чтобы вы понимали, он не имеет, видимо, какого-то накопительного эффекта. То есть его нужно применять постоянно, чтобы был какой-то результат. И отсутствие, так скажем, дефицит витамина Д в крови приводит к различным заболеваниям. Но, опять же, вы должны принимать его только после того, как вы сдали клинический анализ крови на этот показатель. Просто так брать наобум, принимать витамин Д я не советую. Нужно все-таки подходить с умом к этому вопросу и все консультировать с врачом. Потому что я это все с врачом обсуждала. Вот. Стоит мне, не стоит. Она сказала так, в качестве поддерживающей терапии, ну, где-то 2000 единиц. Как раз вот у меня 2000 единиц витамин. Дозировка. Самый оптимальный вариант. Вот. Если уж в лечебных целях, когда там вообще катастрофически не хватает этого показателя в крови, там уже допустимо до 5000, по-моему. Вот. А витамины группы В, мне кажется, они нужны всем. Ну, вот. Абсолютно всем. И периодически тоже вот такой комплекс. Это новинка, кстати, у Фаберлик. Комплекс витамины группы В. Значит, здесь у нас В1, В2, В3. Кстати, В3 это ниацин, который очень полезен для сердца. В6, В5, В7, В9 и В12. Представляете, какое количество здесь содержания витаминов. Именно группы В. Ну, я знаю, витамин группы В периодически прокалывают люди там раз в год. Ну, я вот предпочитаю в таблетках. Купил, БАД пропил, курсом и всё. Так, ну что, давайте подождём, пока моя маска впитается. Сейчас пойду ногти делать. Вот. Раз в месяц делаю ногти. Потому что уже переходила, уже всё у меня отросло и даже неудобно. Голову помыла. Вот сейчас ещё утюжком пройдусь, а то у меня такие, знаете, они как вьются немножко. А эту часть, вот вторую, я оставлю до следующего раза. Просто сейчас вот так ножницами я отрежу, а эту выкину. А, её можно даже оторвать. Видите, она-то разрывается. О, как удобно. А это на вторую часть. Второй раз. Заказала ещё, в этот раз повторилось, вот такой биогель. Я вам, девчонки, его от души рекомендую. Он, правда, классно справляется со всеми известковыми отложениями, неприятным запахом. Очень хорошо всё отмывает, убирает. Вам не нужно ничего тереть. Вы только залили, почистили щёточкой и всё. Мне он очень понравился. Вот, кстати, в отличие от вот этого. Вот этот, он тоже хороший. Он хороший, но этот гринли мне понравился больше всего. А, также я повторилась, заказала концентрированное средство. Его я разбавляю там один к одному, допустим. Переливаю в какой-нибудь пузырёчек со спреем. Прохожусь по поверхностям. Можно мыть и пластик, и подоконники. Кафель, плитку, столешницы. Просто ходить, допустим, распылять средства и протирать пыль. Мне очень нравится. Причём обладает каким-то таким антистатическим эффектом, мне кажется. Вот, потому что не оседает потом пыль так активно. Ещё в этом заказе я решила попробовать вот такой маленький пузырёчек. Это спрей для поверхностей тоже с маслом Монарды. Запах, конечно, приятный. Очень против плесени. Содержит эфирное масло Монарды. И нейтрализует неприятные запахи. Вот, допустим, мусорное ведро обрабатывать. У меня их три. Кухня и два санузла. Мне очень понравилось. Ну и потом пузырёчек такой красивый. Очень хорошо будет мне служить. Буду переливать в него потом такое же средство, разбавлять. И ходить протирать поверхности. Вот это, конечно, спрей вот этот мне очень понравился. Освежает, значит, помогает устранить плесневый налёт. Можно регулярно применять. Он безопасен для животных домашних, безопасен для детей. То есть очень даже достойный. В этот раз взяла ультракондиционер для белья. Это даже бальзам для белья. Вот такой вот сенситив. Очень тонкий такой аромат. Ненавязчивый. Для детской, чувствительной, атопической кожи. То есть дерматологами проверен. Можно также использовать для детского белья. Мне, кстати, понравился. Мне девчонки его советовали. И вот теперь я попробовала. И, кстати, мне он тоже понравился. Причём не имеет такого резкого запаха. В отличие от других кондиционеров. Вот этот прям очень классный. Это просто шампунь я взяла против перхоти. Но я в основном для Валера беру. Два в одном здесь идёт. И шампунь, и бальзам для волос. Вот, ему нравится. Тоже такой запах приятный. Ну да, обычный запах шампуня. И объём здесь у нас, значит, какой? 400 миллилитров. Вот, достойный. Взяла карандаш для бровей. Я беру уже, мне кажется, раз. Третий, четвёртый. Мне очень нравится. С этой стороны вот такая вот щёточка. С этой стороны выдвигается. Смотрите, какой он интересный. У него, значит, тут такая... Сейчас я вам покажу. Скошенный такой кончик, видите? Вот такой вот, видите? Скошенный кончик. Вот, коричневый цвет. Там разные оттенки есть. Но мне нравится этот карандаш. Хорошо прорисовывает бровки. Вот, очень даже достойный и недорогой. Так, и что касается тряпочек. Девочки, я себе заказала вот эту тряпку. Ту я маме подарила. Себе решила точно такую же заказать. Это просто, просто шедевр, а не тряпка. Серьёзно. Не оставляет ни развода. Впитывает в воду. Полирует. Пыль протирать. Просто одно удовольствие. От души вам эту тряпку рекомендую. И ещё одна тряпочка. Это я обычно использую мою сантехнику. Она вот такая двухсторонняя. Получает с этой стороны более жёсткая. С этой стороны вот такая вот мягенькая. Тоже мне очень нравится. У меня таких уже вот третья штучка. Натираю краны, раковину. В общем, супер-пупер. Вот такой вот у меня был небольшой заказик. От Фаберли. И к этому времени моя маска, наверное, уже подействовала. И пора её уже смывать. Кстати, кожа стала такая, знаете, увлажнённая после этой маски. Мне понравилась. Такая прям, знаете, как напитанная влагой. Но сейчас всё равно небольшой такой макияжик сделаю. Подкрашусь и с волосами приведу в порядок себя. Такие вот дела. Так. Так-то лучше, наверное, да? Сейчас обедаю я и выдвигаюсь. Ухожу делать ноготочки. Кстати, вот карандашом подвела брови. Сейчас немножко брови отращиваю, чтобы были немножко они у меня потолще. Мне кажется, так лучше. Ну, так что мне нравится карандаш. У нас такая осень шикарная. Вообще тепло. 25 градусов. Розочки, цветочки. Всё цветёт ещё. Всё зелёное. Красота. Я сделала ноготочки. Мой неизменный френч. Нравится он мне, не знаю. Классный. Вот сейчас иду домой. Так, друзья, готовлю тут обед. Картошечка с курицей. Прям беспроигрышный вариант. Пергамент обалденный. Готовьте смело на нём. Заказывайте. Ничего не прилипает, не пригорает. И, кстати, я думала, что в комнате у меня будет прям темно с крышей. Но мои опасения не оправдались. И хорошо. Из-за того, что солнечная сторона, даже несмотря на то, что крышу уже там почти накрыли, у меня в комнате солнечно и светло. Так что всё нормально. Готовлю я, кстати, ещё, что я готовлю. Гриль, овощи, баклажанчики и перчики. Я так люблю готовить. Очень вкусно получается. Очень ароматно. Здесь у меня перчик ещё вот жарится. Так, ну что, накрыли они. А здесь ещё вот такая подшивная будет делаться из профлиста. Потолок подошьётся внутри. Ну и будет завершённый такой вид. По-моему, сидит на конструкции богомол. Я даже его отсюда вижу. Походу, прилетел, да? Видите, где-то голову, вот эта всю страсть, вот эта. Слушайте, я за ним слежу, а он за мной следит. Это огромная самка. Я уже её там приблизила. Вот, и она перемещается. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Это видео. Так, в общем, мы уже дома. Взяли билеты только на 16-е число. Раньше ничего нет, поэтому... Ну ничего, будут заниматься ещё какими-нибудь делами по дому. Так, ну что ж, тут я начала, значит, разбирать свой гардероб. Значит, это у меня целая куча, я буду отдавать. Это отправляю в стирку. Перемерила старые джинсы. В принципе, нормально, но вот эти вот были мне прям малые-малые. А это у нас, по-моему, 28-й размер. И ношу я сейчас 27-й, и они мне прям великоваты. И они такие, знаете, с утеплением внутри. Ну, то есть на холодную зиму здесь самое то. Я их решила никому не отдавать, не выкидывать, потому что они вообще в идеальном состоянии, нигде никакой даже протёртости нету, потому что я их носила очень мало. Но я считаю, джинсы, они и в Африке джинсы. Так что эти все джинсы я отправляю сейчас в стирку. Хочу постирать, значит, это тоже на стирку отбелить нужно. Ну и получается, у меня здесь вот такие лёгенькие полочки стали. Это чисто вот домашняя одежда здесь у меня. Это я лето отдельно сложила. Это домашние всякие костюмы, пижамы, футболки, в чём я дома хожу. Вот, это тоже домашний костюм. Это пижамы. Это тоже пижама, короче. Из одежды, да, одни костюмы и пижамы. Вот, а с этой одеждой буду думать, что делать. В принципе, в принципе, пока оставляю. Вот, пока оставлю. Но кое-что отсюда я уже убрала. То есть вот эту футболку мне тоже надо, вернее рубашку, эту чёрную тоже её убираю, я не буду носить. Вот, джинсовку оставляют, костюм льняной тоже оставляю, мне нравится. Вот так вот я решила ещё свои брюки и джинсы. А ещё здесь у меня джинсы вот эти чёрные, которые я в Липецке купила. Вот эти брюки зелёненькие. Они даже не брюки, а как джинсы идут. Это любимый Василёк. Качество очень хорошее, мне нравится. Это мои вот эти вот брюки с Фаберлика. Ну, это классика такая, классика-классика. Но они, мне кажется, сейчас мне очень велики. Хоть 44 размер, но у них всегда большимерит одежда на один размер. Мне кажется, размер прям 46, наверное, вот эти брюки будут великоваты. Это мой костюм вот новый, который я сейчас ношу. Очень мне нравится в нём ходить. Вообще суперный, мохито. Вот, а вот это тоже летний костюм. Это уже с шортами. Думаю, что нужно его постирать и уже куда-то его прибрать. Хотя рубашку от него можно носить отдельно. Она такая прям тоже очень классного качества. Льняная, лён плюс хлопок. Можно будет даже и под джинсы надевать. В общем, да. Немного у меня одежды. Всё такое, знаете, в основном вот базовое. Нет такого вот на один раз там. И, как говорится, и в пиры, и в миры добрые люди. Я люблю такие одежды покупать. Всё, у меня есть такой вот костюм. Знаете, как он тоже может быть из-за разряда такой классической одежды. Это простые вот такие брюки клетчатые. И к нему идёт пиджачок. Ну, пиджачок такой укороченный. То есть просто вы под эти брюки, допустим, надеваете какую-то блузку, да. Либо даже топик, если фигура позволяет. И надеваете сверху вот этот пиджачок. Рука в три четверти. Очень прикольно смотрится. Мне он нравится. Мне прям его выкидывать. Рука не поднимается. Причём качество обалденное. И честно скажу, ему очень много лет. Я вот считаю, что вот такие вот базовые вещи, хорошего качества, купленные давно, почему бы и не носить. Вот, мне кажется, всегда актуальны такие вещи. Пусть пока лежит. Вообще, мода циклична, она меняется. Мода возвращается, поэтому могут какие-то вещи у меня висеть, я не знаю, лет по пять, по десять, грубо говоря. А потом мода на них возвращается, и я начинаю их носить. Если позволяет, опять же, фигура. Вот это прям совсем я надевала, может быть, несколько раз. Вот этот пиджак. Это, конечно, кожзам. Но он настолько, знаете, прям подростковый-подростковый. И он мне так сейчас велик. Он М-ка. Хоть и М-ка, но он прям мне велик. И я хочу его продать на Авито. Он вообще новый. Просто в идеале. Вот этот пиджак. Покупала я его ещё по темненькам. Наверное, тысяч за пять. То есть он вот так вот застёгивается до конца. Можно вот так делать воротник. В общем, очень интересная модель такая. Но что-то в нём я себя абсолютно не вижу. Хочу поделиться с вами рецептом шарлотки на кефире. Это не ПП-вариант. Готовим с обычным сахаром. В миску я отправляю два яйца. Просто вот так венчиком перемешиваю. Добавляю обычно белый сахар. Снова перемешиваю. Добавляю щепотку соли. Также нам понадобится мёд. Всё это снова вот так растираем венчиком до однородности. Вливаем оливковое масло, кефир. Снова всё перемешиваем. И теперь всыпаем сухие ингредиенты. Это мука, ванилин, корицу можно добавить и разрыхлитель. Если не любите корицу, можете её не добавлять. Всё просеиваем и снова всё перемешиваем. Собственно, тесто готово. Беру два яблока, вот таких вот зелёных, кисло-сладких. Нарезаю на маленькие кубики и отправляю к общей массе в тесто. Но перед этим нужно обязательно сбрызнуть лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели. Всё, смесь у нас для выпечки готова. Форму я смазываю сливочным маслом. Посыпаю мукой, либо можно использовать сухари. Если у вас есть форма поуже диаметром, берите. Пирог получится более высокий. Выкладываем массу и выпекаем при температуре 180 градусов 35-40 минут. Сверху я перед тем, как поставить запекать, я посыпала коричневым сахаром. Но это не обязательно. Пирог получается очень нежным, ароматным. Обязательно попробуйте испечь. Приятного аппетита! Так, ну что тут у меня последние штрихи? Валера выдернул вот эти томаты бестолковые. Эти оставили пока, потому что они нарастают, плодоносят. Смотрите, какие гроздья какие вообще огромные. Я же с расчёткой хожу, волосы расчёт. О, тут тоже тут. Так, у нас сегодня 15 октября. Ещё огурчики зреют. Кривой такой, косой, но на еду сорву. Вообще, конечно, уже огурцы тоже прекращают. Эти все тоже изгрызанные, надо выдёргивать. В общем, да, сезон заканчивается потихоньку. Жена ногти наводит красоту, а муж дом наводит красоту. Всё по-честному. Друзья, смотрите, какие у меня здесь красивые наволочки декоративные появились. Я также их заказала на сайте Любимый Василёк. Посмотрите, они таким красивым принтом осенним. Мне очень понравилось. Это полу-лен. Вот так называется. Love весна. Подушки внутри идут также 50 на 50. Наволочки оснащены вот такой молнией. То есть удобно снять, постирать. Вообще, мне очень нравятся у них наволочки. И они бюджетные. Сейчас я вам покажу, как выглядит внутри подушка. Подушка вот такая вот. Плотно набитная. Мне очень понравился. Из такой вот ткани. Знаете, как водонепроницаемая ткань. Такая пышная, довольно-таки плотная. И стоит абсолютно копейки. Тоже 50 на 50. Поэтому, если вы ищете вот такие простые подушки для декоративных наволочек, то welcome на сайт Любимый Василёк. Там всё очень бюджетно. И вот так вот красиво выглядит. Я взяла две одинаковые, чтобы подходили они по дизайну и по цвет нашего дивана в этой комнате. В гостевой, мне кажется, как кабинет, гостевая на первом этаже. Так что ссылочка обязательно будет в описании под видео. Ещё вот такой костюмчик себе заказала, девчонки. Ходить дома. Это как и пижама, и как домашний костюм. Качество обалденное. Хлопок. Кармашек здесь, на пуговичках, шортики. Мне очень понравился. К телу приятный. Такой удобный. Прям в нём вообще комфортно очень. И расцветка такая. Классная клеточка. Классно смотрится. Мне очень понравилось. На сайте вообще у них представлен огромный ассортимент различных домашних костюмов, пижам. Как со штанишками, так и шортами. Как с длинным рукавом, так и с коротким. На любой вкус, как говорится. Давайте вам покажу, что я ещё заказала. Смотрите. Это кухонное полотенце. Полу-лён. Размер 45 на 60. Мне очень нравится эта расцветка. Посмотрите, какая прелесть. В полоску. Тёмная и светлая полоска. Также имеется вот такая вот петелечка, за которую можно повесить полотенце на кухне. Причём подходит к любому интерьеру, пожалуйста. Такая нейтральная, базовая. Расцветка. Мне очень понравилось. Далее полотенце. Это уже идут такие банные полотенца. Комплектом я взяла. Значит, одно идёт у нас 80 на 135. Это прям вот такое большое банное полотенце. С такой вот красивой бахромой. И смотрите, какая красивая расцветка. Мне прям очень понравилось. Но на камере немножко у вас светлее. В жизни потемнее выглядит полотенце. Мне нравится тем, что они не марки. На них не очень быстро будет заметна какая-то грязь и какие-то отпечатки. Поэтому и застирываться, естественно, не будет. Поменьше и побольше. То есть это для рук, а это уже большое для тела. И ещё вот такой вот приятной расцветки зелёный. Тоже с красивой отделкой. Полотенце отшивает Узбекистан. Качество очень хорошее. Воду впитывает просто великолепно. Папа вот приезжал. Я ему давала новое полотенце. Вот именно вот такого плана. Он сказал, мне очень понравилось. Воду впитывает. И очень приятно к телу. Так, дальше. Здесь у нас идут такие мотивационные носки. Для подростков, наверное. Для молодёжи. Но я увидела, сразу решила взять для Вероники. Они идут вот такие вот укороченные. Значит, у нас что здесь? Хлопок. 80% полиамид и лайкро. Очень хорошие, достойные носочки. Вообще носки у компании «Любимый Василёк» мне очень нравятся. Они носятся, не закатываются. От души вам рекомендую. Также взяла вот в такой вот базовой расцветке. Но они такие, знаете, более тонкие. Вот этой фирмы «Ангел». Более тоненькие. А вот эти уже поплотнее. И они более высокие. Ну, здесь кошечки какие-то. И такие, знаете, нейтральные, неяркие. Я выбрала. Вот здесь у нас тоже 85 уже хлопок. 10 полиамид, 5 эластан. Содержатся в составе. Носочки вообще изумительные. И Валерия взяла вот такую вот футболку. Футболки там у них есть разные. Но я в основном ему заказываю для работы. Он работает в них. Тоже как расходный материал. Вот такой вот у меня был небольшой заказик. Все ссылочки, конечно, будут в описании. Все соцсети «Любимый Василёк» также будут в описании под видео. Обязательно заглядывайте туда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok